Свершилось, друзья, в нашей программе появилась кулинарная рубрика. Давно мы хотели, мечтали, и вот, наконец-то, вчера у нас состоялась премьера. А уже сегодня к нам в гости пришли люди, которые станут нашими проводниками в мир вкусной и здоровой пищи. Ведущая Алина Лазарева и шеф-повар Андрей Величко. Доброе утро. Доброе утро, ребят. Ну, во-первых, поздравляем вас с премьерой. Вот, и сразу хотим спросить, ну, какие ощущения после первого эфира, какие чувства, и получились ли вкусными сырники, которые вы приготовили? Спасибо, дорогие коллеги. На самом деле, очень было волнительно, согласись, да, Андрей? Потому что такое детище, мы вот все это придумывали вместе, что мы будем готовить. Это было так, не знаю, интересно. И, конечно, сырники, ребята, они получились, они были очень вкусные. И кушали их все, вся съемочная команда кушала, сказала всем большое-большое спасибо. Мы всех накормили. Мы еще не раз увидим, как вы замечательно готовите. Вот расскажите, пожалуйста, как вы выбираете рецепты для рубрики? Вот что таким основным критерием является? Ну, конечно, здесь право выбора на шеф-повара. Я хочу добавить, что мы будем готовить с разными шеф-поварами города Краснодар. Вот, и тут уже вот в этом случае Андрей, как бы, да, помогал нам. Ну, да. И терял блюда. Я выбирал блюда более простые, более понятные народу, чтобы им было проще приготовить, справиться, как бы, со своей задачей. Вкусно поесть, полезно и... То есть ингредиенты для короли есть в любом холодильнике. Да, конечно. Чтобы облегчить, потому что, сами понимаете, утро ты только просыпаешься, еще бегаешь в халате, там, что-что приготовить. А у тебя, если семья, ребенок, муж, давай быстрее, и ты... Ну, и для этого существует наша программа. И наша рубрика, я думаю, в этом всем очень поможет, и это здорово. Алин, скажи, а вот песня «У, кулинария, изучи ее и пойми ее», она относится к тебе или нет? То есть ты на кухне вообще как себя ощущаешь? Уверена или все-таки приходилось на передаче чему-то учиться? Я тебе честно скажу, я люблю готовить, и, слава богу, большое спасибо моим родителям. Они у меня и мама, и папочка очень хорошо готовят. Но для себя, конечно же, от шеф-поваров я очень много что новое подчеркнула. Потому что на самом деле очень много разных секретов они потом рассказывают, что я раньше не знала. Вот, и поэтому... Ну, какой секрет Андрей рассказал? Андрей, расскажи нам секрет. Какой-нибудь, который ты Алине рассказал. Ну, в тех же самых сырниках, в принципе, можно... Про зернистый творог, Андрюша. Да, про зернистый творог. И что после того, как мы их обжарили в сковородке, их нужно запить в духовке, они будут более воздушные. И... Обычно мы как? Пожарили, и всё. А тут духовочка. Очень столько много разных интересных секретов. Андрей, а скажите, вот кого вы считаете талантливым поваром? Вот какими качествами этот человек должен обладать? Для меня... Чем проще, тем лучше. И для меня, в принципе, кумиром является, наверное, Джимми Оливер. Готовим за 15 минут, да? Да, он очень... У меня как-то был знакомый, так у него была тёрка, как у Джимми Оливера, сыра. Ну, для сыра она длинная такая, и он постоянно хвастался. У меня тёрка, Джимми Оливера. Вот, Андрей, скажите, и Алина тоже, права ли я буду? Вот мне всегда казалось, что главное в приготовлении любого блюда – это специи и соус. То есть, в принципе, можно не так хорошо приготовить мясо, но, допустим, скрасить это всё такими какими-то очень вкусными, ароматными приправами. Я права или же... Ну, по-хорошему, да, вы правы, как бы можно соусом спрятать, но лучше, конечно, всё делать. По-человечески делать всё, и мясо тоже приготовить по-человечески. Но, с другой стороны, если мы берём восточную, да, кухню, азиатскую кухню, как не обойтись без всяких кари, приправ, чёрного перца, красного, в этом и вся эта кухня заключается, правильно? Правильно. Я, например, обожаю специи, всем советую везде их добавлять. Это вкусно, это можно украсить любое блюдо, правильно? Я тоже с вами соглашусь. Друзья, ну вы учите завтракать всю Кубань. Расскажите, как проходит ваш завтрак, с чего вы начинаете свой день? Ну, как девочка Янар первая, да? Да, конечно. Ну, мой завтрак, на самом деле, очень прост, потому что я долго собираюсь, и я быстренько стараюсь какую-нибудь кашку себе лёгкую сделать, либо чай зелёный, бутербродик, всё быстренько. Больше я трачу времени на внешность, поэтому завтрак я немножко... Ты же девочка. Да, я же девочка опять же. Завтракаем мы на работе. Андрей, а у вас? Я завтракаю, в принципе, два раза в неделю, это на свои выходные. Так, откровенность. Вот, и я, конечно, как бы выкладываюсь по полной. То есть я захожу на кухню и начинаю готовить. И плотно завтракаю. А всё остальное время подъедаете, да? То есть на кухне работаете, и так уже оп и наелся. По-большому, да, не успеваем. А дома сами готовите? Да, очень часто. Скажите, а какой вот любимый ваш фильм? Сейчас в последнее время очень много фильмов про поваров, про вот, например, шеф, есть такой фильм про французского повара. Сериал «Кухня» тот же самый. Сериал «Кухня», да. Смотрите вообще? Да, я посмотрел «Шеф Адамс Джонс». Да, да. Вот, в принципе, хорошая премьера, хороший фильм, и показали всё так, как оно есть на самом деле. Действительно, вот пороха. Хотите звезду Мишлена себе? Мишлена? Ну, конечно, кто ешь, не хочет. Конечно. Ясно. Нет такого повара, который бы не хотел звезду Мишлена, да? Конечно, даже я хочу звезду Мишлена, я вам добавлю, ребята. Ну, возможно. Я думаю, да, что, в принципе, это очень здорово, и мы бы хотели услышать от вас ещё и советы. Вот, как бы вы посоветовали кубанцам начинать свой день, с какой еды, возможно? Ну, мой совет такой, что завтрак должен быть лёгким и простым, он не должен быть осложнён. И всё время тратить на внешность, да? Нет, нет. Остальное просто завтрак, и доктора многие со мной согласны, он должен быть лёгким. Потому что, когда он сыт, и в желудке, в животе появляется тяжесть, это не нужно. Потому что только начинается рабочий день, вы должны бегать, должны быть энергичны. А когда вы наелись, что мы хотим обычно? Спать. Слушай, Андрей, ну а ты как считаешь? Ну, я, честно говоря, считаю, что человек должен кушать более плотнее, как бы, потому что он заряжается энергией с утра, получает много витаминов, полезных веществ для функций, как бы, на весь день. Потому что обедать бывает не всегда получается, ужина тем более. Поэтому я считаю, что человек должен заряжаться энергией с утра и тратить её весь день. Спасибо большое, ребята, за такие замечательные советы. Спасибо вам за рубрику замечательную, которую мы теперь будем смотреть. Будем очень стараться, вас радовать дальше. Ещё хотел бы добавить, что я очень благодарен, как бы, этой рубрике, то, что меня пригласили. И хотелось бы быть очень полезным для Кубани. Это очень здорово. Я думаю, что это получится. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо, ребята. Ну, а мы напоминаем, что все интервью с нашими гостями вы можете посмотреть на сайте kuban24.tv. Не переключайтесь, после короткой паузы вернёмся снова.